В эфире программа День города. Здравствуйте! С обзором уходящего дня вас познакомлю я, Герман Гущин и мои коллеги-корреспонденты телекомпании «Город». Главная тема дня. По заветам Плюшкина. Соседям мешает жить мужчина, заваливший мусором общий тамбур. Опустевшие клумбы. Сезон цветения завершен, но городские службы продолжают работу на клумбах. Социальная поддержка. Расскажем, что такое социальный контракт и как его использовать. Ситуация, когда соседи делают помойку из собственной квартиры, вываливая часть хлам в общий тамбур. К сожалению, сегодня не редкость. Один из рязанцев на радиозаводской так и поступил в нарушении всех санитарных норм. А когда наша съемочная группа начала задавать неприятные вопросы, набросился на нее с кулаками. Синдром Плюшкина – это нарушение поведения, связанное с собиранием большого количества ненужных вещей. На улице радиозаводской, дом 11, дробь 27, дошло до того, что местный домовой мусор из своей переполненной квартиры вывалил прямо в тамбур. От пола до потолка. Соседи ужаснулись. Смотрите, там же валяются шкурки от яблок, слива валяется или косточки от чего-то. Вчера эта коробка вообще упала. Полная антисанитария. Пакеты все вообще, я не знаю, откуда эти приносятся. Вы посмотрите на пол. Здесь всегда был чистый пол, мы все мыли, все убирали. Здесь же невозможно вообще пройти. Вы понюхайте, как от него пахнет. И он спит около родительской квартиры, ему спать негде, у него вход в квартиру заложен. Он спит на коврике рядом с квартирой моих, то есть с квартирой родителей. Ситуация усугубляется с каждым днем. От мусора развелась мошкара и тараканы. Родственница жильцов, которые каждый день отодвигают мусор от своей квартиры, рассказала, как она приходит к родным. У нас дети. У меня дети все лето здесь были. И вот они заходят, и я боюсь, что проходя, ну ладно, там они пнут эту какую-то бутылку, но это сыпется на них, это страшно. Я с коляской уже вот в последний месяц проехать здесь не могла. Да вот на меня вчера упала. Вы что на вас не упала вчера? Вы что говорите-то? Вы свободно прошли туда-сюда. Юра, я вчера утром специально приезжала к родителям, привозила им продукты. Ты что, издеваешься? Вот, вот, вот. Ты что, не видел, что ли? Это вчера на меня упала. Ты посмотри, что валяется. Это вчера же на меня упала. Ты опять туда все убрал. Юра. А вот и сам кладовщик. Как он пояснил, здесь у него очень важные вещи. Что это вообще? Что это за вещи? Что вы здесь храните? Старые вещи. Зачем они вам? Ну, как понять, зачем старые вещи? Отнесите в гараж, куда-нибудь еще. Почему они здесь хранятся? Я ищу гараж. В общественном пространстве. Я ищу гараж. Соседи говорят, что гараж он ищет с мая. Сам виновник происшествия, говорить на камеру, не изъявлял желания. Снимайте. Я не хочу снимать. Почему вы здесь не снимаете? Ты можешь снимать. Дальше больше. В процессе съемок репортажа он внезапно перешел в атаку. Хватит меня снимать. Местный Плюшкин буквально набросился на нашу съемочную группу и родственниц соседки. Ваша покорная слуга откровенно получила по лицу. Хулиган скрылся в тамбуре, откуда мы его не выпускали до приезда полиции. Оказывается, такое агрессивное поведение бывает у мужчины довольно часто. Но вы поймите, родители здесь живут, родители старенькие. Он вот так вот агрессивно себя поведет, он к ним в квартиру ворвется. Нам дальше-то что делать? Мы быстро не приедем. Наряд милиции как бы только вызывать. И то, если они успеют его вызвать. Вы видели, насколько он агрессивен и насколько просто реально становится страшно, когда он так себя ведет. Это взрослый, сильный мужчина. И когда он здесь, она ему всегда говорит, Юра, пожалуйста, будь добр, убери все. То есть она пытается с ним не ссориться. Сам же виновник происшествия отказался говорить, где он проживает и почему вход в его квартиру полностью завален мусором. У родственников пострадавшей есть свои мысли по этому поводу. Неоднократно видели, что он находится вот в этом оставшемся проеме. То есть он там либо прислонится, стоит. То есть мне кажется, что он здесь и остается. У него нет возможности пройти в свою квартиру, потому что она завалена уже этим хламом. И видели, что он на этом в коврике, у коврика там остается. Вообще это удивительно, потому что все-таки дверь открываем, порой мы с ним встречаемся глазами. Это не самое приятное в этой ситуации. И он гладко выбрит. То есть это какой-то диссонанс. В результате на этого, извините, Рязанского-Плюшкина, нами написано заявление о побоях. Быть может, несколько обращений в полицию наконец дадут мирным гражданам право на жизнь. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На дворе осень. Сезон цветения завершен, но городские службы продолжают трудиться на уличных клумбах. Теперь помимо их уборки необходимо заготовить семена и подготовить посадочный материал на следующий год. Так что горячая пора у дирекции благоустройства все еще продолжается. Пора благоухающих клумб подошла к концу. И теперь городские цветники освобождаются работниками дирекции благоустройства. Каждый год это происходит по одному алгоритму. Бригада выезжает в город. Приезжаем по клумбам, собираем семена. Собираем семена с таких цветов, как циния, бархотка, георгины, агератум, газания. В дальнейшем эти семена чистятся, перебираются и сажаются на следующий год. Следующий этап. Работники выкапывают растения из клумб. Скажем, розы подрежут, укроют и зимовать они будут в клумбах. Остальные цветы отправляют в теплицу. В настоящее время идет выкапывание однолетних культур. Колиус, бегония, резинья, овсяница. Все это отправляется в подразделение в селе Высокое. Там заново сажается и перерабатывается уже на следующий год. Сразу после клумбы начнут готовить к посадке луковичных. Например, уже до середины октября в цветники высадят тюльпаны. Уже началась подготовка к следующему сезону. В подразделении в селе Высокое в теплицах работа кипит круглый год. В декабре начнут высевать семена однолетников, которые зацветут в следующем сезоне. На будущий сезон запланирована разбивка новой клумбы. Она появится на улице Новоселов 60, там, где организовано круговое движение. В Вишневом саду снова высадят цветочный мостик, а на Московском шоссе – цветочный ковер. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Подготовка Рязанской области к отопительному сезону стала темой номер один на заседании правительства. В этом году на нее было потрачено более 6,5 миллиардов рублей. Из-за раннего похолодания сезон стартовал раньше обычного. На сегодня к теплу подключено 99% всех социальных объектов и почти 90% многоквартирных домов. Обо всех остальных цифрах расскажем далее. Объекты большой энергетики, коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда – три кита подготовки к отопительному сезону. Причем коммуналка – самый жирный из них. На нее потрачено около половины всех средств – больше 3 миллиардов рублей. И это большой плюс. Сегодня в Рязани, к примеру, власти заявляют о стопроцентной готовности всех котельных и тепловых сетей. А вот так называемые паспорта готовности объектов жилфонда есть не у всех. Список условных аутсайдеров прозвучал. В этом году по-прежнему муниципальные образования должны получить максимальное количество паспортовой готовности. Несмотря на техническую готовность к вхождению к отопительному периоду, по данным Ростенадзора, по ряду муниципальных образований, в частности Сторожиловский муниципальный район, Шацкий муниципальный район, Краблинский муниципальный район, Скопинский муниципальный район, имеются недостатки, которые могут повлиять на получение паспортовой готовности. Работа по их устранению продолжается и сейчас. Рязань в этом смысле флагман подготовки к отопительному сезону. И Новорязанка, и Дягилевка заявляют о плановом ремонте котлов и турбогенераторов. При этом поставщики тепла, по их словам, сработали впрок. Для безаварийного прохождения отопительного сезона на Новорязанской Дягилевской ТЭЦ создан запас мазута, превышающий потребность на 40%. Станция обеспечена необходимым аварийным запасом материалов и оборудования. В МУП РМПТС к зиме подготовлены 100% котельных и центральных тепловых пунктов. Выполнен необходимый ремонт котлов, насосного оборудования, секции водоподогревателей. Работы по подготовке МУП РМПТС к отопительному сезону профинансированы в объеме почти 807 миллионов рублей. Самый важный итог подготовки – стопроцентное подключение к теплу всех объектов в социальной сфере. Их в Рязани 220. С жилым фондом решено пока не все, но до заявленного срока время еще есть. К 1 октября тепло обещают дать всем. Максим Васильев, телекомпания «Город». Социальный контракт – новая форма денежной выплаты по системе мер господдержки. Контракт пока еще не очень популярен, но все потому, что о нем практически мало кто знает. Восполняем этот пробел. Социальные пособия – сегодня одна из основных форм помощи гражданам. Официально это регулярные или единовременные выплаты из бюджета. То есть некие пособия для тех, кто временно оказался в стесненных обстоятельствах. Другими словами, социальный контракт. В нашем регионе он появился в 2015 году. В рамках этого контракта семья либо гражданин получает определенные денежные средства, но берет на себя обязательство выполнить активные действия по выходу из трудной жизненной ситуации. То есть социальный контракт, он позволяет не только поддержать человека в период трудной жизненной ситуации, но также и преодолеть причины бедности в перспективе. Социальный контракт – это инструмент, который позволяет не только поддержать доходы семьи или гражданина на период выплаты, но и преодолеть причину бедности в перспективе. Варианты бывают разные. Это и ведение подсобного хозяйства, и предпринимательская деятельность, а также поиск работы. Для поддержания предпринимателей правительством была разработана специальная программа – субсидированный найм. Программа субсидирования найма была поддержана правительством Российской Федерации. Эта программа предусматривает субсидию работодателям за найм безработных лиц. Это зафиксировано в 362-м постановлении правительства, где предусматривается выплата работодателям субсидий из Фонда социального страхования. По условиям программы работодателю необходимо подать заявление через портал «Работа в России» с указанием вакансий. Центр занятости подберет подходящего кандидата и организует собеседование. Если обе стороны все устраивает, то работодатель получает субсидию в размере трех мрот – около 45 тысяч рублей на выплату заработной платы работнику. Впрочем, более подробно с указанием конкретных примеров по темам социального контракта и субсидированного найма смотрите в наших следующих материалах. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Приговором Старожиловского районного суда признан виновным и осужден за кражу ранее судимый 33-летний житель Старожиловского района. Снова за решетку мужчина отправится в связи с неутолимым желанием выпить. Судом установлено, что вечером 20 мая этого года осужденный находился у своего знакомого дома, где распивал алкоголь. Когда спиртное закончилось, он решил совершить кражу продуктов питания и алкоголя из стоящего на соседнем участке дома, в котором последний ранее помогал собственнику по хозяйству. Сообщив своему знакомому, что пошел в туалет, сам в это время отправился на соседний участок, где путем разбития оконного проема проник в него, где обнаружил и совершил хищение 19 бутылок алкогольной продукции и продуктов питания, после чего с похищенным с места скрылся. Приговором суда, виновному по совокупности приговоров назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке. Вышел из тюрьмы и взялся за старое. Так можно описать действия рязанского рецидивиста. Мужчина решил нового ничего не изобретать и действовать по старой мошеннической схеме. Какое именно, расскажет Валерий Седов. За что вас арестовали? Кстати, я 179-й мошенничество. Сейчас этот рязанец прячет лицо от камеры или закрывает его листком бумаги. Однако город должен знать своих героев. Знакомьтесь, 43-летний житель нашего региона, имя которого пока следствие скрывает. Мужчину этого подозревают аж в 48 мошенничествах. Причем его жертвы исключительно женщины. Общая сумма ущерба больше 350 тысяч рублей. Представлялся, что у меня есть знакомый на складе того техники. Я предлагал товары. Входил в доверие, обманывал людей. Представлялся знакомых, не берет. Две минуты в договорах, входил в доверие. Люди интересовались, можно купить юбилейский, в воде. Я покупал. Ну и предлагал. Соглашал, что можно не давать мне деньги. Я говорил, что в течение часа будет. Кажется, звучит все это несколько надуманно. Однако сам подозреваемый рассказывает, что ему отдавали деньги 95% людей, с которыми он общался. Потом, естественно, хитрец пропадал. От такого акта купли-продажи пострадали продавцы магазинов, сотрудницы аптек и медицинских центров. Многие обратились в полицию. Опытные полицейские вспомнили, что подобную схему несколько лет назад многократно использовал рецидивист, житель Рязанской области, 1978 года рождения. Мошенника осудили. И в марте 2021 года он вышел на свободу. 13 лет назад мужчина совершил первую серию из 30 мошенничеств, а после освобождения буквально сразу вернулся к рабочей схеме. 48 преступлений спустя его удалось остановить благодаря провизору. Она опознала подозреваемого по фотороботу, который ей принесли накануне оперативники. Провизор запомнил инструкции полицейских и выполнил их в точном соответствии. Мужчина тщательно скрывался, часто менял место жительства и применял строгие меры конспирации. Но эти уловки ему не помогли. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый арестован. Валерий Седов, телекомпания «Город». На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте город62.тв и на наших страницах в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова